Я так рад сегодня, что я могу с вами поделиться Словом Божьим, я вас приветствую, меня зовут пастор Генри Мадава. Не, не совсем так, меня зовут Генри Мадава, а я пастор. Иногда люди не знают, что у меня есть имя мое, который... Ну, пастор – это титул. Но в любом случае, я очень рад, что сегодня мы можем пообщаться и поговорить о Божьем Слове. Знаете ли вы, что для всего, что требует рост или что обсуждается в возрастании, в рост? То ли это пшеница, то ли это дитё, ребёнок. Всегда нужна атмосфера. Я помню, когда я закончил восьмой класс, да, я ещё помню, закончил, нет, девятый, закончил девятый класс. У нас была форма в школе, шорти такие красивенькие. А я пошёл на каникулы в декабре, вернулся в январе в тех же шортах, а они оказались в мини-шорти у меня. А как это произошло? Я вырос. Все говорили, Генри, как ты вырос? А я даже не осушал, как это произошло. Я так думаю, что во время каникулы быстрее, что я отдыхал достаточно. Я кушал много, я бегал много, я много чего делал, и я вырос. И так и духовно. Есть атмосфера, в которой ты можешь возрастать. Так называется моя проповедь. Создай атмосферу, в которой ты можешь возрастать. Потому что, когда у тебя атмосфера, которая душит твоё возрастание в Боге, ты никогда не сможешь возрастать. Важно эту атмосферу найти и в нём жить. Моя проповедь имеет название «Духовная атмосфера для твоего возрастания». Я хочу, чтобы вы знали, что надежда есть, что надея есть. Потому что в Боге есть выход. Для твоих проблем в жизни у Бога есть выход. Оно у Бога. И ты найдешь его решение в Боге. Не важно, что у тебя в жизни. Что случилось? Когда? В каком году? В Боге есть выход. И если пойдешь Божьим путем, найдешь выход. Найдешь решение. Но многие люди приходят к Богу. И после покаяния есть несколько вариантов давнейших действий. И как пастор я успел видеть и первый, и второй. И как пастор я успел видеть и первый, и второй. Первый вариант это самый идеальный вариант, который я ожидаю, и Бог ожидает для всех. Первый вариант. После покаяния человек растет в познании Бога, и остается спасенным до своей смерти. И после смерти он идет к Богу. И на земле исполняет свое предназначение. Это первый вариант, который и я пастор, и Бог желает по отношению к каждому, кто покаялся. Кто покаялся. Есть вариант номер два. Некоторые каются. Деякие каются. Горячо служат. Вони гаряче служат. Даже финансы дают. И навіть финансы дают. Включаются в дело. Вони включаются в справу. Но через время отпадают. Отходят. Кто добывает теряет спасение полностью. Некоторые продолжают ходить в церковь. Но спасение потеряли давно. Но некоторые остаются спасенными. Но свое предназначение они не выполняют. Началось очень перспективно. Но в конце оно не дало результатов. Мое желание чтобы все, кто покаялся были в первой группе. Ростали в познании Бога. Остаются спасенными до конца. И остаются спасенными до конца. И выполняют свое предназначение. И выполняют свое предназначение. Есть атмосфера и окружение и оточение в которых больше всего человек может расти. Спасибо, Катя. А есть атмосфера в которой ты не сможешь расти. Но замерите чтобы выполнить волю Божью на земле невозможно если нет соответствующей атмосферы. Неможливо создать атмосферу отцепляется много людей. Дело в том, что Библия говорит. Евангелие от Иоанна 1, глава 1 по 5 стих. В начале было слово. Слово было у Бога. А слово в Бога было. Они друзья очень давно. И слово было Бог. И Бог было слово. Из этих фраз я могу делать вывод я могу сделать вывод. Что Бог и слово близки. Поэтому мое отношение к Слову Божьему исходя из этих слов влияет на то, как ко мне будет относиться Господь Бог. и оно было в начале у Бога. А смотрите, что оно делает. Все через Него. И ничто не начало быть, что начало быть без Него. И ничто что повстало не повстало без Него. Но в этом слове говорится была жизнь и свет для человека. И в этом слове идет, и жизнь было в Ним, а жизнь было светлым для людей. То есть хочешь жизнь, хочешь свет, до Слова. Оно там. И говорится здесь и свет во тьме светит и тьма не объявила его. Бог и Его Слово. И наше отношение к Слову определяет много. Бог и Его Слово не одно и в единстве. Стоп, стоп. Я не сказал что мы положим Библию и мы начнем поклоняться. Нет. Я так не говорил. Но Бог и Его Слово имеет такое соприкосновение что они одно. Они вместе. Поэтому я не поклоняюсь Библию, но я отношусь к Словам Бога. Но я ставлюсь до Слова Бога с таким высоким почтением. С такою высоко пошаною. Потому что если я не почитаю Слово Божие, я не смогу почитать самого Бога. Я не смогу шанувати Слово Божие и Бог един. И Бог открывается нам через Его Слово. Нету Слова Божия, у тебя будет какой-то идол, который не настоящий Бог. Потому что настоящий Бог творец неба и земли. Он открывается нам через Его Слово. Если нет Слова, Бог не откроется тебе в полноте. Он может сообщить тебе о себе. Но для того, чтобы познать Его, придется вернуться к Слову Божьему. Бог творит через Слово. И Он меняет нас через Слово. Как только ты перестаешь слушать проповедь Слова Божьего, переменно в твоей жизни прекращается. Поэтому жизнь и свет дается через Слово. Когда говорится свет, это не имеется в виду лампы. Это не имеется на увазе для разума. Умение видеть то, чего другие не видят. Умение соединять точки, которые другие не могут соединять. В этой жизни Бог дает свет. Поэтому христиане должны быть самыми творческими людьми. потому что Божьи свят работают через них. Когда Сатана хочет тебя уничтожить, он предлагает тебе вместо Слова Божьего он предлагает тебе заменители. То, что заменяет вместо слова. Например, первый заменитель, который Сатана предлагает, называется традиция человеческая. Нет ничего плохого в традициях. Нам нужны традиции. Нам нужна наша культура. Единственное, не можно плутать, где традиция, и где наша культура, и где Слово Божье, не нужно плутать. Вторая заменитель, это философия. Философия это результат мышления человека. То есть человек пытается на уровень мышления, понять, как жизнь работает, как один человек сказал, Генри, женщинам не верь, никогда, ни при каких условиях, вообще, никогда, даже свою маму не верит. Это называется вывод, он сделал из своего опыта жизни. Встречаешь другого человека, он скажет совсем по-другому, Генри друзьям не верь. Никогда он делал вывод из своего опыта. Философия это вывод из моих мышлений, обдумывания, из книг, которые я читал. Но ошибка это взять философию, убрать Библию, и там, где должно быть Слово Божие, туда философия. И философия заменяет Библию. Это принесет разрушение. Поэтому, если я пришел, получил образование, когда я пришел и получил образование, я за образование, учиться, пожалуйста. Но, когда у вас будет образование, не приходите домой, снять Слово Божие, отложить в сторону, и образование свое, вместо Слова Божия, нельзя, они разные, для разного, Слово Божие должно остаться главным, проритетным во всем, и еще один заменитель, оккультизм, и разные культи, и разные культи, ложные религии, хибные религии, вот, когда люди предлагают нам, вот, вызвать мертвых, вот, вызвать мертвых, колдовать, или как сказал один человек, я получил откровение, что христианство это пустяки, что ты нашел новое, вселенное, я и вселенное одно, я и дерево одно, я говорю, все понял, по твоим словам все иди дальше деревянными своим подходом, иди дальше своими деревянными подходами, то есть, чего-то нового узнал, не выбрасывай Слово Божие, не выкидай Слово Божие, потому что что-то новое пришло, потому что что-то новое пришло, пасторе Генри, я поступил на факультет психологии, теперь, а теперь, Библия мне не надо, Библия мне не потребна, я понял, что такое и заканчивается эта жизнь психиатрической больницей, психиатричной лекарней, зауважьте, оккультизм, же религии, это заменители дьявольские, с целью тебя уничтожить, с метою тебя знищить, высшее образование, оно важно, но оно не замена, психология, оно интересно, но это не замена, поэтому не позволяй ничему заменить Библию, заменить Слово Божие в твоей жизни, ни твоя красота, ни твоя воля, ни твои желания, ни твои бажания, никогда. Смотрите, что Библия говорит, если мы относимся к Библии с уважением, старый закон 28.1.2, Библия говорит так, Библия говорит так, если, когда придешь за Иордан, и станется, если действительно будешь слушать голоса Господа Бога твоего, и тщательно исполнять все заповеди его, и заповедью тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли. Второй стих. И придут на тебя все благословения. И исполнятся на тебе. И досягнуть тебе. То есть, Библия говорит, будешь принимать Слово Божие, и исполнять его, Бог сделает тебя выше других народов. То есть, Слово Божие не делает тебя нищим, не робит тебя нищим, а повышает тебя, поднимет тебя, если вы читаете этот главу, до конца, вы удивительно, когда ты в Слове Божьем, благословение, здоровье, успех, когда вне Слово Божьем, проклятие, разрушение, руйнование, вывод и висновок, Слово Божье повышает, поднимает, исцеляет, благословляет, и приносит все хорошее, поэтому нужно Библию читать и размышлять, нужно слушать проповеди и наставления, нужно верить тому, что написано, и верить, потому что это Божья истина. И это Слово работает, когда мы его говорим. Есть два метода, как Слово Божье говорится. Есть два метода, как Слово Божие говорится. Первый метод, мы его молимся. Мы не молимся. Я могу взять обетование Божие и молиться ищем на обстоятельства. Говорить в молитве. И оно работает. Меняет ситуацию. Второе, что я могу делать, это исповедовать Слово. Библия говорит, пусть слабый, пусть он говорит, что я сильный, то есть не жаловаться, а пусть говорит. Если скажет, и верит, будет ему, что не скажет. Поэтому я могу Слово Божие его говорить. Но заметьте, когда Слово Божие приоритетное в твоей жизни, оно принимается и есть уважение к Нему, как к Божьему Слову, то Божьи планы исполнятся в твоей жизни. То Божьи планы выполняются в твоем жизни. И это даст атмосферу, которая помогает тебе возрастать. Номер два. Чтобы создать атмосферу, чтобы ты возрастал, нужен Дух Святой потребный Дух Святой тебе и на тебе в тоби и на тоби. Дух Святой это не какой-то ветер, это не какой-то влияние, это не какой-то вплив. Дух Святой это Бог в нас. Это Творец неба и земли. Это сила Тройцы. Это сила Тройцы. И Он хочет быть в тебе. И Он хочет быть в тебе. И Он хочет быть с тобой. И Он хочет быть с тобой. Когда Дух Святой в тебе и с тобой, Он произведет работу. И Он начинает помогать тебе возрастать. И Он начинает помогать тебе возрастать. Практически невозможно возрастать. В любом уровне твоего духовного положения, в любом уровне твоего духовного становления, если нет Духа Святого в твоей жизни. Говорится в Евангелии от Иоанна 14 глава, 16 по 18 и 26 стих. И я умолю Отца и даст вам другого утешителя. И да пребудет с вами вовеки. Дух истины, который мир не может принять, что его свит принятий не может. Если ты не принял Иисуса, ты не покаявшийся, ты не можешь принять Духа Святого. Потому что мир не видит его и не знает его. А вы знаете его, потому что он с вами пребывает и у вас будет. Его вы знаете, потому что при вас он пребывает и у вас будет он. Не оставлю вас сиротами. И я не кину вас сиротами. То есть одно из того, что Бог убрал от нас, или что уходит от присутствия Духа Святого, это состояние сироты. Это стан сироты. Брошенный. Я жертва. Я жертва. Помогите. Допоможите. Кто-нибудь. Дух Святой это убирает. Дух Святой это прибирает. Потому что он, когда приходит, он пришел убрать чувство сиротства. Он сказал, не оставлю вас сиротами. И он сказал, я не кину вас сиротами. 26-й стих. 26-й вирш. Утешитель же Дух Святой, которого пошло отец моим имя моим, научить вас всему. То и навчить вас всему. И напомнить вам все. И пригадает вам все. Что я говорил вам. И вот. ating. Что происходит. И вот. Учите, что происходит. Когда Дух Святие приходит. Когда Дух Святой приходит. Первая часть его работы. Першая часть его работы. Он меняет нас. Він изменяет меня. Він изменяет меня. Он делает нас другими. Він делает нас іншими. Человек, который был гнивливым. Людина, которая гнивалася. Становится добро. Вона стаёт доброя. которая ненавидела, становится любящим. Которая была напуганной, становится уверенным. То есть, когда приходит Дух Святой, Он меняет тебя. Первый. Чтобы ты стал христоподобным. Чтобы ты стал, в конце концов, человеком. Чтобы возле тебя было приятно быть. И Он приходит, чтобы дать тебе божественные качества в твоей жизни. И Он еще делает важную работу. Он дает тебе крепость внутри. Чтобы ты не пугался. Чтобы ты был уверен. И дает тебе чувство принятия. Когда Дух Святой в тебе, не то, что ты не видишь опасность. Ты видишь. Но оно не пугает тебя. Но оно не лякает тебя. Оно никак тебя не сдвигает с позиции. Потому что Он укрепляет тебя внутри. Номер два. Но Он не только меняет тебя. Он дает тебе силу. Он дает тебе силу. 1.8 Дианя. Дианя 1.8. Библия говорит. Не уходите из Иерусалима. Не идите из Иерусалима. Но оставайтесь в Иерусалиме. Но вы принимаете силу, когда сойдет на вас Дух Святый. Как Дух Святый злини на вас. И будьте мне свидетелями. И моими вы святками будете. В Иерусалиме. В Иерусалиме. Во все Иудеи. И Самарии. И даже до края земли. И даже до остального края земли. Когда приходит Дух Святой. Он не только меняет тебя. Он не только дает тебе плод Духа. Он дает тебе силу. и божественную способность. Бог говорит, ты принимаешь силу, когда сойдет на тебя Дух Святой. И ты сможешь исполнять волю Божию, и быть успешным в жизни, исполнять свое призвание, и Он поможет тебе во всем. Ну, слава Богу, я помню, когда первый раз я молился за исцеление, человек, за кого я молился, умер. Потом 18 человек подряд. Я подумал, боже мой, я не буду молиться за исцеление. Оказывается, это было начало. Я начал возрастать в этом, а сегодня больше исцеляются, нежели умирают. И хочу вам показать свидетельство людей, которые не умерли, а исцелились. Это доказательство того, что я возрастал и стал более-менее взрослым в этом вопросе, чем было в начале. Давайте посмотрим. Игорь на протяжении 10 лет плохо видел на правый глаз, а также была пелена перед глазами. Во время молитвы пелена исчезла, и он четко видит. Здравствуйте, Игорь. Я люблю приветствовать людей, которые получили чудеса от Бога. Значит, я тоже получу. Вы плохо видели на правом глазах? Да, на правом глазах пелена такая. Была пелена. И как вы узнали, что пелена ушла? Ну, я еще когда закрыл глаза, я почувствовал тепло такое, и открыл, и вижу, что, ну, хорошо, нормально. Все нормально, четко. А кто-нибудь знает тут, что у вас была проблема со зрением правого глаз? Ну, супруга моя, но сейчас она не на собрании, на втором. Вот важно брать жену на собрание всегда. Но ничего, зато сюрприз вечером. Сказать, догадайся, что сделал Бог со мной. Так, что еще, кроме глаз? Ну, так все. Боже, спасибо тебе за это во имя Иисуса. Татьяна Владимировна после оперативного вмешательства не могла поднимать левую руку. Сейчас она может ее поднимать после молитвы. Вчера даже не могли. Боже, спасибо за это чудо! Правда, очень хорошо. Но, заметите, главное чудо при всем этом, это чтобы человек примирился с Богом. Если ты еще не знаешь Иисуса, Он и твой Господь, и ты хочешь покаяться, я хочу помолиться с тобой. Это главное чудо. Скажи со мной такие слова, Отец Небесный, прости все мои грехи. Войди в мое сердце, Иисус, и будь моим Господом. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу! Если ты помолился эту молитву искренне, Бог услышал, и Он ответил, и ты, Божие дитё, поздравляю тебя. Теперь я хочу помолиться за тебя. Боже, я прошу, пусть дух премудрости и откровения начинает работать в жизни каждого, чтобы произошло духовное возрастание, и не только духовное, но и во всех направлениях жизни. Во имя Иисуса. И я провозглашаю чудеса в жизни каждого из них. И я говорю, ты не умрёшь, а ты будешь жить и прославить Бога. Во имя Иисуса. Аминь. Пусть вас Бог благословит. Я вас очень люблю. И Бог любит вас. Субтитры подогнал «Симон»